Всем привет, меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать на моём канале. Многих очень волновал вопрос, почему на моём канале не выходили видео три недели, ну, на моём этом канале. То я могу сказать, что, кто не знает, я переехала в Америку и сейчас я живу здесь. Ну а сегодня я решила снять видео на тему, что пьют люди в Америке, то есть, что пьют американцы. Я надеюсь, что вам понравится такое видео, потому что, на самом деле, мне кажется, что такие видео действительно интересны. Ну, первое, начнём с воды. Ну, конечно же, все люди пьют воду, и, на самом деле, один из примеров воды — это вот такая вот обычная 0,5 вода. И, на самом деле, тут не продаются по одной бутылке воды, тут всегда блоками, если 0,5. Ну, или, например, вот такая вот одна бутылка воды продаём, а маленькие — только блоками. И это, на самом деле, не очень удобно и не очень не нравится. Далее идут различные напитки, такие как фанта, кола, спрайт, но такие напитки мы не паем, потому что моя мама считает, что это очень вредно для организма. Далее идут соки. Здесь есть натуральные соки и соки из концентратов. Натуральные соки всегда находятся в холодильниках, ну, например, у нас в Украине все соки были на витрине. То есть, в холодильниках соков вроде бы нет. Поэтому, да. А также здесь соки в бутылках таких, а в Украине они в пакетах. Ну, и давайте я вам покажу два предсока, которые мне нравятся. Например, вот этот — это 100% натуральный пиздиновый сок. Он почти закончился, как вы можете заметить. Ну, и вот ещё один натуральный сок, не из концентратов. Далее переходим к влачно-кислым продуктам. Первое — это вот такой вот кефир, и он с голубикой. На самом деле у нас просто обычные кефиры, а тут есть вот такие вот, со вкусами разных ягод. И здесь голубика очень распространена, в отличие от Украины, потому что в Украине я ни разу не видела голубики. Ну, а далее я вам покажу пример обычного йогурта под названием Чубани, и как бы он с клубникой и бананом. Ну, в принципе, я пробовала много йогуртов, и они практически ничем по вкусу не отличаются от украинских. Ну, и самое последнее — это молоко. Оно продается вот в таких вот больших объёмах и стоит достаточно дёшево по сравнению с другими продуктами. На самом деле тут очень странный какой-то привкус у молока, поэтому мне это молоко не нравится, а моей маме очень нравится. Я не поняла, как его можно пить, потому что, ну, оно не очень, как бы, как по мне. И можно купить молоко с разным процентом жирности. Ну, и вы видите, что у меня уже плохой свет, сомерки. Вот, и это было такое первое пробное видео на такие темы, про американские напитки. Конечно, я показала не все виды питьевых продуктов, я показала только те, которые пробовала я. Я думаю, в дальнейшем ещё будут различные видео, такие как продукты, которые едят американцы, к примеру. Ну, я надеюсь, что вам это видео понравилось, так что, если это так, то подписывайтесь на мой канал. Я вас подписываю, я Алина, и всем пока-пока. Ты будь рядом, будь со мною. Я целый мир тебе открою. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!